Секция седьмая. Трус. Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится, предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда. Но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносят сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены. Только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действия гораздо более сильные, чем на окружающих. Другой спокойно читает, потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито пятьдесят, ранено сто, и еще радуется, что мало. А у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных. Это незначительная вещь. Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на Телегульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кричать о себе всю Россию? А на аванпостные дела с незначительными потерями тоже в несколько десятков человек никто не обращает внимания? Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне. — Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваше гуманное убеждение, когда вас заберут в солдаты, и вам самим придется стрелять в людей. Меня, Василий Петрович, не заберут, я зачислен в ополчение. — Да, если война затянется, тронут и ополчение. Не храбритесь, придет и ваш черед. У меня сжалось сердце, как эта мысль не пришла мне в голову раньше. В самом деле, тронут и ополчение, тут нет ничего невозможного. Если война затянется, да она, наверное, затянется. Если не протянется долго эта война, все равно начнется другая. Отчего же не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро. Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти, умирать и убивать. Да нет, это невозможно. Я смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей. Думавший через год-два начать иную работу, труд, любви и правды. Я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла. Я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна, которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы, свободы располагать своим телом. Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны. «Относить батюшка к вещам попроще, легче жить будет», — говорит он. «Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит вам бедствие, она и меня лично обижает. Она не дает мне доучиться, устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет с сестрой Милосердия? Неужели? Третьего дня решилась, а сегодня ушла практиковаться. В перевязках. Я ее не отговаривал, спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. После, говорит, да учусь, если жива буду. Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится. А что ж Кузьма Фомич? Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил в зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра выезжает, право, а то просто извелся человек. Мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Но уж это любовь. Василий Петрович покрутил головой. Вот и теперь прибежал привезти ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна. Мне кажется, Василий Петрович, что нехорошо, что он живет с вами. Ну, конечно, нехорошо. Да кто ж мог предвидеть это? Нам с сестрой от квартира велика, одна комната остается лишняя. Отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне по правде сказать и на нее досадно. Ну, чем Кузьма хуже ее? Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты. Мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой. Они скоро придут. Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда. Прощайте. Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча. Марья Петровна с принужденно сосредоточенным выражением лица впереди. А Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом. И иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня. Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок. Двенадцать тысяч! Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в восемь верст. Что же это такое? Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут. Или его у него взяли, я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо? Я не берусь судить, да и не могу, я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее. Он не понимает, чем его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом. Трус я или нет? Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос. Не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела? И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела? Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, правда, немногие, в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь, и теперь не боюсь за нее. Но, стало быть, не смерть пугает меня. Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться. В книге вместо букв валящиеся ряды людей. Перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли. Вчера вечером я пришел к львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо. — Что с тобой? — спросил я его. Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить. — А у него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, — сказала Марья Петровна. — Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался. А теперь вот до чего дошло. — Доктор сейчас приедет. Я заходил к нему, — сказал Василий Петрович. — Очень нужно было, — процедил сквозь зубы Кузьма. — Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние. И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается. — Чем бы не кончилось, все равно, — пробормотал Кузьма. — Вовсе не все равно, Кузьма Фомич, не говорите глупостей, — тихо сказала Марья Петровна. Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение. И это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся. Одна Марья Петровна сострадательная и серьезно смотрела на Кузьму. Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор Большой Весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменилось на озабоченное. — Пойдемте, пойдемте в вашу комнату, мне нужно хорошенько осмотреть вас. Я пошел за ним, в комнату Кузьмы. Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами. — Нос, вы, извольте, лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? — спросил доктор. — Есть, я думаю, — ответил Кузьма недоумевающим тоном. — Я попросил бы их, — сказал доктор, любезно обращаясь ко мне. — С этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной. Он вышел из комнаты, Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то в полголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другую ложечку в чашке с чаем. Доктор приказал дежурить около Кузьмы. — Разве в самом деле есть опасность? — тревожно спросила Марья Петровна. — Вероятно, есть, иначе зачем были бы эти дежурства. Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна? — Ах, конечно, нет. Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему, ему ведь очень скучно лежать одному. Кузьма встретил нас, улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль. — Вот, спасибо, — сказал он, — а я думал уж, что вы меня забыли. — Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем, нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, — улыбаясь, сказала Марья Петровна. — И вы будете? — Робка спросил Кузьма. — Буду, буду, только слушайтесь меня. Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия. — Ах, да, — сказал он, вдруг обращаясь ко мне. — Дай мне, пожалуйста, зеркало вон на столе лежит. Я подал ему маленькое круглое зеркало. Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело. И, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова. Сегодня мне, наверное, сказали, что скоро потребуют ополченцев. Я ждал этого и не был особенно поражен. Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь. Мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состояв то же время на службе. Меня пристроили бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а, во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. — Нехорошо, — говорит мне внутренний голос. Случилось то, чего я никак не ожидал. Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами. — А что такое, Марья Петровна, что с вами? — Тише, тише, пожалуйста, — зашептала она. — Знаете, ведь все кончено. — Что кончено? Не умер же он. — Нет, еще не умер. Только надежды никакой. Оба доктора. Мы ведь другого позвали. Она не могла говорить от слез. — Пойдите, посмотрите. Пойдемте к нему. — Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите. — Все равно. Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало, ведь сам скоро был бы доктором. Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь. Лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно. — Что с ним? — спросил я шепотом. — Пусть он сам. Оставайтесь с ним, я не могу. Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий. А я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате. Только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку, да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его. Не то, чтобы его черты слишком переменились, нет. Но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем, хотя особенной дружбы между нами не существовало. Но никогда мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи, радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону. А теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. Неужели он в самом деле так опасен, думал я. Не может быть, не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо. Он открыл глаза и увидел меня. Не переменяя выражение лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова. — Здравствуй! Вот видишь, каков я! Конец наступил, подкрался так неожиданно, глупо. — Скажи мне, наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть, вовсе и не так дурно? — Не дурно, а ты говоришь. — Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри. Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку и на меня пахнуло невыносимым тропным запахом. Начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве ладони. Грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена. Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марией Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как трепку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы вдвоем или втроем приступаем к постели Кузьмы, повертываем и приподнимаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттоперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, потому что, — объясняет он, — щекотно. Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, «бразды правления», то есть гуттоперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения, и вся постель бывает облита водою. Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосягаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним. А он спокойно принимает ее заботливость, как должное, и говорит с нею точно отец с маленькой дочерью. Иногда он очень страдает, рана его горит, лихорадка трясет его. Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма окажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди! И все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромную массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудами мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел. Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа. Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике и проснулся, разбуженный толчками в плечо. «Вставайте, вставайте!» — говорила Марья Петровна. Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала. «Пятна! Новые пятна!» — разобрал я, наконец. «Какие пятна? Где пятна? Ах, боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались! Я уже послала за доктором!» «Да, может быть, и пустое!» — сказал я с равнодушием только что разбуженного человека. «Какое пустое! Посмотрите сами!» Кузьма спал, раскинувшись тяжелым и беспокойным сном. Он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Эта гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хоть я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть. Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени и молча смотрела на меня отчаянными глазами. «Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна! Придет доктор, посмотрит, может быть, еще не все кончено, может быть, еще выручим его!» «Нет, не выручим, умрет!» – шептала она. «Ну, не выручим, умрет!» – отвечал я и так же тихо. «Для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя ж так убиваться, ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи». «Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни, и сама не могу объяснить себе, отчего это? Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня. А умрет он, сердце у меня разорвется, всем не будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердце, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что люби я его. Жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь, думаешь, оправдываешься, оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет, виновата, виновата, виновата. Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Мария Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветилось солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь, и страх смерти. Одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Мария Петровна смотрела на него несколько мгновений, как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклоняясь над бедным полутрупом, она поцеловала его. Тогда он открыл глаза. — Боже мой, как не хочется умирать! — проговорил он. И в комнате вдруг раздались странные тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим. Я ушел из комнаты, я сам чуть было не разревелся. Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты, а там... Кузьма вместе со страхом смерти и физическими страданиями испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то. Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих, или, валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот приедут и добьют, или наедут пушки и раздавят, как червяка. Конец первой части рассказа «Трус». Окончание следует. Секция восьмая. Трус. Окончание. Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. Эта запись проекта «Либривокс» является общественным достоянием. «Я вам скажу откровенно», — говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, — «что в подобных случаях при госпитальном лечении умирают 99 из 100. Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь». «Всякий больной желает выздороветь, доктор». «Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства», — сказал доктор с улыбочкой. «Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию, прорежем ему новые отверстия, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться». Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами. «Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию?» Обратился он к Львову. Львов кивнул головою, засучил рукава и с серьезным мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и защелкал зубами от боли. «Ну, не бабничай!» — угрюмо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку. «Очень больно», — ласково спросила Мария Петровна. «Не так больно, голубушка. Ослабел я, измучился». Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился. Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марией Петровной стали приводить комнату в порядок. «Поправьте одеяло», — проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. «Дует». Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося получше подсунуть одеяло. «Я старался сделать это как можно лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги». «Неумелый ты какой!» — тихо брызжал он. «Опять в спину дует». «Пусть она...» Он взглянул на Марию Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему. Мария Петровна поставила склятку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели. «Поправить? Поправьте. Вот, хорошо, тепло». Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски счастливым выражением на измученном лице заснул. «Вы пойдете домой?» — спросила Мария Петровна. «Нет, я выспался отлично и могу сидеть, а, впрочем, если я не нужен, то уйду». «Не хотите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти. Так горько, так тяжело». «Будьте тверды, Мария Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются». «Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком». «А вы все-таки едете?» «Еду, конечно, выздоровеет он или умрет, все равно поеду. Я уже сжилась с этой мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях». «Ох, Мария Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне». «Отчего? Работать буду, вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется». «Принять участие? Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это?» «Я говорю, кто вам сказал, что я люблю войну? Только как бы это вам рассказать? Война – зло, и вы, и я, и очень многие такого мнения, но ведь она неизбежна. Любите вы ее или не любите, все равно она будет. И если не пойдете драться вы, возьмут другого. И все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня. Я плохо выражаюсь. Вот что, по-моему, война есть общее горе, общее страдание. И уклоняться от нее может быть и позволительно, но мне это не нравится». Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам чувствовал то, что она чувствует, и думал, только думал иначе. «Вот вы, кажется, все думаете, как бы постараться остаться здесь», – продолжала она. «Если вас заберут солдаты, мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне бы вас не нравится». «Что же делать, Марья Петровна? Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?» «И вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петербурге, живой, здоровой, счастливой, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. «Я не беру на себя решать, может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет». Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала. «Наконец, вот оно! Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения ружейным приемом. У меня и теперь раздается в ушах смирно, ряды вздваивай, слушай на коралл!» И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваивания рядов, меня назначат в партию, нас спасатят в вагоны, повезут, распределяют по полкам, поставят на места оставшиеся после убитых. «Ну да это все равно, все кончено. Теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению. Теперь самое лучшее – не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно». Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они до распределения по полкам в огромном сарае, бывшем манеже. Его разделили палатами на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться, как знают. На проходе, идущем посередине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков. Настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы в новых свитках и смушковых шапках лежали тесной кучкой и молчали. Их был человек десять. — Здравствуйте, братцы! — Здравствуйте! — Давно из дому. — Там же две недели. — А вы, яките-таки будете? — спросил меня один из них. Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились. — Скучно? — спросил я. — Да як же мне скучно! Дужмо торно! Колеб ше гудували, а то таки страва шеи божьи мэи! — Куда ж вас теперь? — А кто его знает? — Кажуть, петтурку. — А хочется на войну? — Чего я там не бачив? Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара валов, и вскоре после которой молодого забрали в солдаты. О судебном приставе сто чертливьему конных у горла. О том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур. Разговор держался только на почве прошедшего. О будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарах, о деле, за которое шел умирать. Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки, и когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил. — Этого самого турку бить следует. — Следует, — спросил я, невольно улыбнувшись, уверенности решения. — Так точно, барин, чтобы и звание его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно, ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смирно, был бы я теперь дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. — Эт, вы будьте спокойны, верно, я говорю. Папиросочку пожалуйте, барин. Вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку. Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время свободное от службы. — А он бунтует, а нам огорчение, — звенел у меня в ушах пьяный голос. — Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь. У львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рано его и очистилась. Страшный жар, бред, стоны. Брат и сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и учениями. Теперь, когда они знают, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее. — В форме уже! — проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами. — Эх вы, люди-люди! — Что ж мы за люди, Василий Петрович? — Заниматься вы мне не даете, вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну. И так многого узнать не придется. А тут еще вы с Кузьмой. — Ну, положим, Кузьма умирает. А я-то что? — Да вы разве не умираете, не убьют вас, с ума сойдете или пулю в лоб пустите? Разве я не знаю вас, и разве не было примеров? — Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович! — Отстаньте вы! Очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам! И я ничего не знаю, это я так сказал! Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой пример. Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал, вышли они только что из Кишинева в апреле, тот час после объявления войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли, осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут. Прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная, на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали, дождь хлещет на теле, нитки сухой проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет, тянет человек. И упадет лицом в грязь, без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно. А все-таки продолжали надрываться. Что тут было, офицер мой говорит, вспомнить страшно. Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек, плачет. Не могу, говорит я, вынести этого зрелища, уеду вперед. Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и, наконец, сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору, смотрят, а на дереве доктор висит. Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести. Так где же вам самые-то муки одолеть? Василий Петрович, да не легче ли самому муку нести, чем казниться, как этот доктор? Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих вдышало запрягут. Совесть мучить не будет, Василий Петрович. Ну, и от батюшка что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите, она насчет тонкости и дока. А ну-ка Ренину ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить все может. А уж эта штука в каком-нибудь романе, наверное, разобрана. — Прощайте, философ! Он добродушно рассмеялся своей шутки и протянул мне руку. — Вы куда? — На Выборгскую, в клинику. Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его. — Тебя здесь оставят или ушлют в армию? — спросил он. — Отправят, раз ты не знаешь. Он молчал. — Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мал помню и соображаю. А что ж, поезжай. Нужно. — И ты, Кузьма Фомич? — Что и я. Разве неправда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай. Нужнее тебя есть люди, работящие тебя. И те идут. Поправь мне подушку. — Вот так. Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь. — Все это верно, Кузя. Да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров. Устроить это нетрудно. Я не делаю этого. Меня требуют, и я иду. Но пусть, по крайней мере, мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение. Кузьма лежал неподвижно, устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову. — Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее, — проговорил он. Я измучен и раздражен. И, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив. Должно быть, скоро помирать пора. — Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает. Все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует. Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад. — Нет, не выздоровеет. Умрет. — А что, если бы в самом деле пожить? — Хороша бы была, — слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. — Тебя ушлют драться, и мы с Марией Петровной поедем. Она милосердной сестрицей, а я врачом, и буду я около тебя, раненого, возиться, как ты теперь около меня. — Будет болтать, Кузьма Фомич, — сказал Марья Петровна. — Вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение. Он отдался в наше распоряжение. Мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной, истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестевшую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, анатомический препарат. Я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством, и подавляющим количеством, и сверх того нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей. Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер, все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло. Вот, наконец, и прощание. Завтра утром чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома, и я сижу в своей комнате один, в последний раз, в последний раз. Знает ли кто-нибудь, не испытавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов. В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того, чтобы кончать ее, ты идешь с тысячами тебе подобных на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь, они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному, неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания, ты? Ты! Палец от ноги! Однако довольно пора лечь и постараться заснуть. Завтра нужно встать очень рано. Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы, лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, набитом людьми, я ощутил такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтобы хоть несколько минут провести с тем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся, что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома. Может быть, кто-нибудь не утерпит и придет? Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел. Никто не станет рассчитывать на опоздание. А все-таки, может быть. И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго. Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу. Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы. Кузьма умер. На этой фразе кончаются заметки в записной книжке. Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его. На них белые же, заиндевевшие деревья. Небо пасмурно, низко, в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов. Дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда вглядишься в нее пристальнее, то видишь, что она состоит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма несущегося с нее. И хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше. Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружьев козлы, одержа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз. Пошли, братцы, пошли, их не дойдут. И чего это только нас держат, с подмогой живы бы взяли. Жить тебе надоело, что ли? Угрюмо сказал пожилой солдат из билетных. Лежи, коль положили, да благодари Бога, что цел. Да я, дедник, цел буду, не сомневайтесь, отвечал молодой солдат с веселым лицом. Я в четырех делах был, хоть бы что, оно с первоначала, только боязно, а потом, небож мой, вот барину нашему впервой, так он, небось, у Бога прощения просит. Барин, а, барин? Чего тебе? Отозвался худощавый солдат с черной бородкой, лежавший возле. А вы, барин, глядите веселее. Да я, голубочка, и так не скучаю. Вы меня держитесь, ежели что, уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит, а то был такой до вас, вольно определяющийся. Так то вот как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он из сумки ружьем, побег, а пуля ему вдогонку дал, в спину. Так нельзя, потому присяга. Не бойся, не побегу, тихо отвечал барин. От пули не убежишь. Известно, где от ей убежать, а наша эльма... Бачки, светы, не как наши-то стали. Черная масса остановилась и задымилась выстрелами. Ну, палить стали, сейчас назад. Нет, вперед пошли, выручай, мать Пресвятая Богородица. Ну-ка еще, ну-ну, раненых-то валится, господи, и не подбирают. Пуля, пуля, раздался вокруг говор. В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился. — Носилки! — закричал кто-то. Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась атака, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого, как снег. — В нос, подлец, метит! — закричал веселый солдат. Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрел. Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что барин лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие. Конец рассказа трус Секция девятая Рассказ «Четыре дня» Всеволод Гаршин Рассказы для детей и взрослых Эта запись проекта «Либривокс» является общественным достоянием Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника, выстрелы стали чаще, сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидоров, молоденький солдатик первой роты, как он попал в нашу цепь, мелькнуло у меня в голове, вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами, изо рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню так же, как уже почти на опушке в густых кустах. Я увидел его. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось огромное, пролетело мимо, в ушах зазвенело. — Это он в меня выстрелил? — подумал я, а он с воплем ужаса прижался спиною к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветки. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали «Ура!», падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из леса на поляне. Вдруг «Ура!» раздалось громче, и мы сразу двинулись вперед. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Еще страннее было то, что вдруг все исчезло, все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего, а видел только что-то синее. Должно быть, это было небо. А потом и оно исчезло. Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли, несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки ссора от прошлогодней травы. Вот весь мой мир. И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твердым. Должно быть веткой, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы. Больше нет ничего. Наконец, я делаю усилие, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени. Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и к голове, и я снова падаю. И опять мрак, опять ничего нет. Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движения и ощущаю мучительную боль в ногах. Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит, и правая, и левая ноги покрылись за скорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль, как зубная, постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что же это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать бывшее со мной. Сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты, потому что я упал. Этого, впрочем, я не помню, но помню, как все побежали вперед, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами, а я упал на полянке, наверху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. — Ребята, мы будем там! — закричал он нам своим звонким голосом. — И мы были там, значит, мы и не разбиты. Почему же меня не подобрали? Ведь здесь, на поляне, открытое место, все видно, ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья, ползущую вниз головою, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звезды. Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты, несколько раз приходится отчаиваться. Наконец, со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь. Надо мною клочок черно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких. Вокруг что-то темное, высокое. Это кусты. Я в кустах. Меня не нашли. Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове. Однако, как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненый, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевельнуться. А тогда сумел дотащиться до этих кустов. А может быть, у меня тогда была только одна рана, и другая пуля доконала меня уже здесь. Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома. Какие-то странные звуки доходят до меня. Как будто бы кто-то стонет. Да, это стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же забытый с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет, стоны так близко, а около меня кажется никого нет. Боже мой, да ведь это я сам. Тихие жалобные стоны. Неужели мне в самом деле так больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман, свинец. Лучше лечь и уснуть. Спать, спать. Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно. в ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагах в пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниция? Это труп или раненый? Все равно я лягу. Нет, не может быть, наши не ушли, они здесь, они выбили турок и остались на этой позиции. Отчего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они наверное здесь. Помогите, помогите. Дикие безумные хриплые вопли вырываются из моей груди и нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе, все остальное молчит, только сверчки трещат по-прежнему неугомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом. Если бы он был раненый, он очнулся бы от такого крика. Это труп. Наш или турок? Ах, боже мой, будто все равно и сон опускается на мои воспаленные глаза. Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет. Если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться. Вчера кажется, это было вчера. Меня ранили. Прошли сутки. Пройдут другие, я умру. Все равно лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга. Но ее ничем не задержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове. Впрочем, все это ненадолго. Скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны. Ранено столько-то. Убит рядовой из вольно определяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут, просто скажут убит один. Один рядовой, как та одна собачонка. Целая картина ярко вспыхивает в моем воображении. Это было давно. Впрочем, все, вся моя жизнь, та жизнь, когда я не лежал еще здесь с перебитыми ногами, была так давно. Я шел по улице, кучка народа остановила меня, толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая, хорошенькая собачка. Вагон конно-железной дороги переехал ее. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унес. Толпа разошлась. Унесет ли меня кто-нибудь? Нет, лежи и умирай. А как хороша жизнь в тот день, когда случилось несчастье с собачкой. Я был счастлив, я шел в каком-то опьянении, да и было отчего. Вы воспоминания не мучьте меня, оставьте меня. Было и счастье, настоящие муки. Пусть бы остались одни мучения, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать. Ах, тоска, тоска, ты хуже ран. Однако становится жарко, солнце сжет. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это тот самый. Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил? Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может и у него, как и у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекий север. Не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец? А я? И я так же. Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив, он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды. Штык вошел ему прямо в сердце. Вот на мундире большая черная дыра, вокруг нее кровь. Это сделал я. Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули, и я пошел и подставил. Ну и что же? Глупец, глупец, а этот несчастный филлах, на нем египетский мундир, он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей, в бочку на пароход и повезли в Константинополь, он не слышал ни о России, ни о Болгарии, ему велели идти, он и пошел, если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным трудным походом от Стамбула до Рущука. Мы напали, он защищался, но увидя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед. Он пришел в ужас, когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда! Кто знает, что значит это слово? Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах, если бы кто-нибудь пришел! Боже мой, да у него в этой огромной фляге наверное есть вода, но надо добраться до него. Чего это будет стоить? Все равно доберусь. Я ползу, ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело, дотру посажение две, но для меня это больше, не больше, а хуже, десятков верст. все таки нужно ползти, горло горит, жжет как огнем, да и умрешь без воды скорее, все таки, может быть, и я ползу, ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль, я кричу, кричу, с воплями, а все таки ползу, наконец, вот и он, вот фляга, в ней есть вода, и как много, кажется, больше полфляги, у, воды мне хватит надолго, до самой смерти, ты спасаешь меня, моя жертва, я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя, от него уже был слышен сильный трубный запах, я напился, вода была тепла, но не испорчена, и при том ее было много, я проживу еще несколько дней, помнится в физиологии обыденной жизни сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода, да, и там еще рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом, он жил очень долго, потому что пил, ну и что же, если я проживу еще дней пять-шесть, что будет из этого, наши ушли, болгары разбежались, дороги близко нет, все равно умирать, только вместо трехдневной агонии, я сделал себе недельную, не лучше ли кончить, около моего соседа лежит его ружье, отличное английское произведение, стоит только протянуть руку, потом один миг и конец, патроны валяются тут же кучею, он не успел выпустить всех, так кончать или ждать, чего, избавления, смерти, ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног, лучше уж самому, нет, не нужно падать духом, буду бороться до конца, до последних сил, ведь если меня найдут, я спасен, быть может, кости не тронуты, меня вылечат, я увижу родину, мать, Машу, господи, не дай им узнать всю правду, пусть думают, что я убит наповал, что будет с ними, когда они узнают, что я мучился, два, три, четыре дня, голова кружится, мое путешествие к соседу меня совершенно измучило, а тут еще этот ужасный запах, как он почернел, что будет с ним, завтра или послезавтра, и теперь я лежу здесь, только потому, что нет силы оттащиться, отдохну и поползу на старое место, кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние, я лежу в совершенном изнеможении, солнце жжет мне лицо и руки, накрыться нечем, хоть бы ночь поскорее, это, кажется, будет вторая, мысли путаются, и я забываюсь, я спал долго, потому, что когда проснулся, была уже ночь, все по-прежнему, раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвижный, я не могу не думать о нем, неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя, неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках, только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить, а ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства, убийство, убийца, и кто же, я, когда я затеял идти драться, мать и Маша отговаривали меня, хотя и плакали надо мною, ослепленный идеей, я не видел этих слез, я не понимал, теперь я понял, что я делал с близкими мне существами, да вспоминать ли, прошлого не воротишь, а какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых, ну, еродивый, лезет, сам не знает чего, как могли они говорить это, как вяжутся такие слова с их представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах, ведь в их глазах я представлял все эти доблести, и тем не менее я юродивый, и вот я еду в Кишинев, на меня навьючивают ранец и всякие военные принадлежности, и я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется подобно мне идущих охотно, остальные остались бы дома, если бы им позволили, однако они идут так же, как и мы, сознательные, проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, или даже лучше, они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли, только бы позволили. Понесло резким утренним ветерком, кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка, звезды померкли, темно-синее небо посерело, подернулось снежными перистыми облачками, серый полумрак поднимался с земли, наступал третий день моего, как это назвать, жизнь, агония, третий, сколько их еще осталось, во всяком случае, немного, я очень ослабел, и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа, скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу, нужно напиться, буду пить три раза в день, утром, в полдень и вечером, солнце взошло, его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь, сегодня будет, кажется, жарко, мой сосед, что станется с тобой, ты и теперь ужасен, да, он был ужасен, его волосы начали выпадать, его кожа черная от природы побледнела и пожелтела, раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом, там копошились черви, ноги, затянутые в штиблет, и раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри, и весь он раздулся горою, что сделает с ним солнце сегодня, лежать так близко к нему невыносимо, я должен наползти во что бы то ни стало, но смогу ли я, я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться, но передвинуть свое тяжелое неподвижное тело, а все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час, и все утро проходит у меня в этом передвижении, боль сильное, но что мне она теперь, я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека, я даже будто привык к боли, в это утро я отполз таки сожене на две и очутился на прежнем месте, но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа, ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние, до того сильное, что меня тошнит, пустой желудок мучительно и судорожно сокращается, все внутренности переворачиваются, а зловонный зараженный воздух так и плывет на меня, я прихожу в отчаяние и плачу, совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве, и вдруг не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет, да, это говор, конский топот, людской говор, я едва не закричал, но удержался, а что, если это турки, что тогда, к этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах, сдерут кожу, поджарят раненые ноги, хорошо, если еще только это, но ведь они изобретательны, неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь, а если это наши? О, проклятые кусты, зачем вы обрысли вокруг меня таким кустым забором, ничего не вижу сквозь них, только в одном месте, будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, в лощину, там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем, да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеек, как мостик, они, наверное, поедут через нее. говар умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят, у меня и слух ослабел. Господи, если это наши, я закричу им, они услышат меня, и от ручейка это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузуком. Что же они так долго не едут? Нетерпение томит меня, я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он нисколько не ослабел. И вдруг на переходе через ручей показываются казаки, синие мундиры, красные лампасы, пики, их целая полусотня, впереди на превосходной лошади чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал «Рысью Мурш! Стойте! Стойте! Бога ради! Помогите! Помогите, братцы!» Кричу я, но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипения, и меня не слышат. О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из-за прокинутой мною фляжки течет вода. Моя жизнь, моя спасение, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю. Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полузакрытыми глазами, ветер постоянно переменялся, и то дул на меня свежим чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся, лица у него уже не было, оно сползло с костей, страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. Это война, подумал я, вот ее изображение. А солнце сжет и печет по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены, оставшуюся воду я выпил всю, жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня, если бы даже это были и турки, все-таки лучше, но мучили бы час-два. А тут я и не знаю еще, сколько времени мать моя, дорогая моя, вырвешь ты свои седые косы, ударишься головой об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал настрадание людям войну. Но вы с Машей должно быть и не услышите о моих муках. Простяй, мать, прощай, моя невеста, моя любовь. Ах, как тяжко, горько, под сердце подходит что-то, опять эта беленькая собачка. Дворник не пожалел ее, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива и мучилась еще целый день, а я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня, завтра четвертый, потом пятый, шестой. Смерть, где ты? Иди, иди, возьми меня. Но смерть не приходит, и не берет меня, и я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтобы освежить воспаленное горло, и труп заражает меня, он совсем расплылся, мириады червей падают из него, как они копошатся, когда он будет съеден, и от него останутся одни кости и мундир, тогда моя очередь, и я буду таким же. проходит день, проходит ночь, все тоже, наступает утро, все тоже, проходит еще день, кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают, вот ты умрешь, 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 шепчут они, не увидишь, не увидишь, не увидишь, отвечают кусты с другой стороны. Да тут их и не увидишь, громко раздается около меня, я вздрагиваю и разом прихожу в себя, из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего нефрейтора. Лопаты, кричит он, тут еще двое, наш да ихний. Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив, хочу я закричать, но только слабый стон выходит из забегшихся губ. Господи, да никак он жив, барин Иванов, ребят, вали сюда, наш барин жив, да доктор зови. Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то, потом все исчезает, мерно качаясь двигаются носилки, это мерное движение убаюкивает меня, я то снова забудусь, перевязанные раны не болят, какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле. Стой, опускай, санитары, четвертая смена, марш, за носилки берись, подымай, это командует Петр Иванович, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек, он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата. Петр Иванович, шепчу я, что, голубчик, Петр Иванович наклоняется надо мною, Петр Иванович, что вам сказал, доктор, скоро я умру? Что вы, Иванов, полночь, не умрете вы, ведь у вас все кости целы, эдакий счастливец, ни кости, ни артерии, да как вы выжили эти четыре с половиной суток, что вы ели? Ничего. Попили? У турка взял флягу, Петр Иванович, я не могу говорить теперь после. Ну, Господь с вами, голубчик, спите себе. Снова сон, забытье. Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сестры милосердия, и кроме них я вижу еще знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови, он возится у моих ног недолго и обращается ко мне. Ну, счастлив ваш Бог, молодой человек, живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли, но доведет пустяки. Можете вы говорить? Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано. Конец рассказа четыре дня Секция десятая рассказов для детей и взрослых Всеволода Гаршина Рассказ происшествия Часть первая Эта запись Либри Вокс находится в общественном достоянии Как случилось, что я почти два года ни о чем не думавшая начала думать, не могу понять. Не мог же в самом деле натолкнуть меня на эти думы тот господин, потому что эти господа так часто встречаются, что я уже привыкла к их проповедям. Да почти всякий из них, кроме совершенно привыкших или очень умных, непременно заговаривает об этих ненужных ни ему, ни даже мне вещах. Сперва спросят как меня зовут, сколько мне лет, потом большей частью с довольно печальным видом начнет говорить о том, что нельзя ли как-нибудь уйти от подобной жизни. Сначала меня мучили такие раз спросы, но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь. Но вот уже две недели всякий раз, когда я не весела, то есть не пьяна, потому что разве есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной? И когда я остаюсь совсем одна, я начинаю думать. И не хотела бы, да не могу, не отвязываются эти тяжелые думы, одно средство забыть, уйти куда-нибудь, где много народу, где пьянствуют, безобразничают. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путаются, ничего не помнишь, тогда легче. Отчего прежде этого не бывало? С самого того дня, как я махнула рукой на все, больше двух лет я живу здесь, в этой скверной комнате, все время провожу одинаково, так же бываю в разных Эльдорадо и Паледо-Кристаль, и все время, если не было весело, так хоть не думалось о том, что не весело, а теперь вот совсем, совсем другое. Как это скучно и глупо, ведь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу. В жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вон и в стрекозе, которую приносит мне один знакомый довольно часто, и уж непременно, когда в ней появляется что-нибудь пикантное. И в стрекозе я видела рисунок. Посередине маленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее два ряда фигур. Вверх от девочки идут маленькая гимназистка или пансионерка, потом скромная молодая девушка мать семейства и наконец старушка почтенная такая. А в другую сторону внизу девочка с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я, вот как теперь. Вторая улицу метлой метет, а третья та уж совсем отвратительная гнусная старуха. Но только я уж не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потом в Екатериновку. На это меня хватит, не испугаюсь. Какой странный, однако, этот художник. Почему так-таки непременно, если пансионерка или гимназистка, так уже и скромная девица, почтенная мать и бабушка? А я-то, слава богу, ведь и я могу блеснуть где-нибудь на невском, французском или немецким языком, и рисовать цветы, я думаю, еще не забыла, и Калипсо не пува с консоль дю пар дю лис, помню, перевод с французского, Калипсо не могла утешиться после отъезда у лисса. И Пушкина, помню, и Лермонтова, и все-все, и экзамены, и то роковое ужасное время, когда я осталась дурой, набитой дурой, одна у добрых родных, уверявших, что они приютили сироту, и пылкие пошлые речи того фата, и как я с дуру обрадовалась, и всю ложь и грязь там в чистом обществе, откуда я попала сюда, где теперь одурманиваюсь водкой. Да, теперь я стал пить даже и водку. Харарар, закричала бы кузина Ольга Николаевна, да и в самом деле разве не харарар? Перевод с французского. Ужас. Но виновата ли я сама в этом деле? Если бы мне, семнадцатилетней девчонке, с восьми лет сидевшей в четырех стенах, и видевшей только таких же девочек, как и я сама, да еще разных маманов, попался не такой, как тот, с прическою а-ля капуль, любезный мой друг, а другой хороший человек, то, пожалуй, тогда было бы и не то. Глупая мысль. Разве есть они хорошие люди? Разве я их видела и после, и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть? И могу ли я верить, что они есть, когда тут и мужья от молодых жен, и дети, почти дети, четырнадцати, пятнадцати лет, из хороших семейств, и старики, лысые, параличные, отжившие? И, наконец, могу ли я не ненавидеть, не презирать, хоть я сама презираемое и презренное существо, когда я увижу среди них таких людей, как некоторый молодой немчик, с вытравленным на руке повыше локтем вензелем? Он сам объяснил мне, что это имя его невест. — Перевод с немецкого. — Но теперь, милашка, ты мне всех милых милей, сказал он, смотря на меня масляными глазками и вдобавок прочел стишки Гейны. И даже с гордостью объяснил мне, что Гейны великий немецкий поэт, но что у них, у немцев, есть еще выше поэты, Гете и Шиллер, и что только у гениального и великого немецкого народа могут рождаться такие поэты. Как мне хотелось вцепиться в его скверную, смазливую, белобрысую рожу, но вместо этого я залпом выпила стакан портвейна, которым он меня поил, и забыла все. Зачем мне думать о своем будущем, когда я и так знаю его очень хорошо? Зачем мне думать и о прошедшем, когда там нет ничего, что могло бы заменить мою теперешнюю жизнь? Да, это правда, если бы мне предложили сегодня же вернуться туда, в изящную обстановку, к людям с изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а осталось бы умирать на своем посту. Да, и у меня свой пост, и я тоже нужна, необходима. Недавно приходил ко мне один юноша очень разговорчивый и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги. Это наш философ, наш русский философ, говорил он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное, вроде того, что мы клапаны для общественных страстей. И слова гадкие, и философ должно быть скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти клапаны. Впрочем, недавно и мне пришла в голову та же мысль. Я была у мирового судьи, который приговорил меня к 15 рублям штрафа за неприличное поведение в общественном месте. В ту самую минуту, когда он читал решение, причем все встали, я подумала вот что. За что вся эта публика так презрительно смотрит на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность, но ведь это должность. Этот судья тоже занимает должность, и я думаю, что мы оба... Я ничего не думаю, я чувствую, что пью, что ничего не помню и путаюсь. В моей голове все перемешалось, и та скверная зала, где я сегодня буду бесстыдно плясать, и литовский замок, и эта скверная комната, в которой можно жить только пьяной. В висках у меня стучит, в ушах звон, в голове все куда-то скачет, и несется, и я сама несусь куда-то. Мне хочется остановиться, удержаться за что-нибудь, хоть за соломинку, но у меня нет и соломинки. Лгуя, есть она у меня, и даже не соломинка, а, быть может, что-то понадежнее, но я сама до того опустилась, что не хочу протянуть руку, чтобы схватиться за опору. Кажется, это случилось в конце августа. Помню, тогда был такой славный осенний вечер. Я гуляла по летнему саду, и там познакомилась с этой опорой. Этот человек не представлял ничего особенного, кроме разве какой-то добродушной болтливости. Он рассказал мне чуть не о всех своих делах и знакомых. Ему было двадцать пять лет, звали его Иваном Ивановичем. Собою он был не дурен, не хорош. Он болтал со мною, как с каким-нибудь знакомым, рассказывал даже анекдоты о своем начальнике и объяснил мне, кто у них в департаменте в виду. Он ушел, и я забыла о нем. А через месяц он, однако, явился, и явился пасмурный, печальный, похудевший. Когда он вошел, я даже немного испугалась незнакомого нахмуренного лица. — Вы меня помните? — В эту минуту я вспомнила его и сказал, что помню. Он покраснел. — Я потому думал, что вы не помните. что ведь много. Разговор пресекся. Мы сидели на диване, я в одном углу, он в другом, как будто в первый раз выехал с визитами, прямой, вытянутый, даже цилиндр в руках держал. Сидели мы довольно долго. Наконец он приподнялся и поклонился. — Так, до свидания с Надеждой Николаевной, произнес он со вздохом. — Как вы узнали мое имя? закричал я, вспыхнув. Мое ходячее имя было не Надежда Николаевна, а Евгения. Я крикнула на Ивана Ивановича так сердито, что он даже испугался. — Ведь я ничего дурного, Надежда Николаевна, я ни одному человеку, а я знаком с Петром Васильевичем участковым, так он мне рассказал о вас все, как было. Я хотел сказать вам Евгения, да язык не послушался, и я ваше настоящее имя произнес. — Да вы скажите, зачем вы пришли ко мне? Он молчал и печально смотрел мне в глаза. — Для чего? — продолжала я, все разгорячаясь. — Какой интерес я представляю для вас? Нет, вы лучше не ходите ко мне. Знакомства я с вами вести не буду, потому что у меня нет знакомых. Я знаю, зачем вы пришли ко мне. Вас заинтересовал рассказ этого полицейского. Вы подумали, вот редкость, образованная девушка в какую жизнь попала. Вы вздумали спасать меня? Пойдите от меня, мне ничего не нужно, оставьте меня лучше издыхать, одну чем... Тут я взглянула на его лицо и остановилась. Я видела, что била его каждым словом. Он не говорил ничего, но один вид его заставил Славаевна. Сказал он, очень жалею, что огорчил вас и себя тоже. До свидания. Он протянул мне руку, а я не могла не дать ему своей, и вышел медленными шагами. Я слышала, как он спускался по лестнице и видела в окно, как он, согнув шею, перешел через двор какую-то медленную и качающуюся походкою. У ворот он оглянулся, посмотрел на мои окна и исчез. И вот этот-то человек может быть моей опорой. Стоит мне только заикнуться, и я сделаюсь законной женой, законной женой бедного, но благородного человека, и даже сделаюсь бедною, но благородную родительницей, если только Господь в гневе своем еще пошлет мне ребенка. Часть вторая. Сегодня Евсей Евсеевич говорил мне, «О, вы послушайте меня, Иван Иванович, что я вам, старик, скажу? Вы, батюшка, недельно вести себя стали, смотреть, как бы до начальства не дошло». Он еще долго говорил, стараясь говорить о самой сути дела обиняками, о службе, чинопочитании, о нашем генерале, обо мне, и, наконец, начал добираться и до моего несчастья. Мы сидели в трактире, куда Надежда Николаевна часто заходит со своими знакомыми. Евсей Евсеич все давно заметил и давно уже вытянул от меня многие подробности. Не мог я удержать глупого языка, разболтал все, да при том еще чуть не разревелся. Евсей Евсеич рассердился. Ох, вы, бабень, бабень вы чувствительный, молодой человек, хороший чиновник, из-за дряни, какую историю развел, да плюньте вы на нее, да что вам до нее задело, добро б девица благопристойная, а то с позволенья сказать. Фу! Евсей Евсеич даже плюнул. После этого случая он часто возвращался к предмету своих огорчений. Евсей Евсеич искренно огорчается за меня, но уже не ругался, потому что заметил, что это мне неприятно. Впрочем, он мог сдерживать себя недолго, и хотя сначала старался заговаривать издалека, но в конце концов приходил к одному заключению, что надо бросить, наплевать и тому подобное. Я и сам сочувствую, строго говоря, тому, что он твердит мне каждый день. Сколько раз и я думал тоже, что нужно бросить и наплевать. Да, сколько раз. И столько же раз после таких мыслей выходил из дому, и ноги несли меня в ту улицу, и вот она идет нарумянинная, с насурмленными бровями, в бархатной шубке, из щегольской котиковой шапочки, прямо на меня, и я сворачиваю на другую сторону, чтобы она не заметила моих преследований. Она доходит до угла и поворачивает назад, нагло и гордо, смотря на прохожих и иногда заговаривая с ними. Я слежу за нею с другой стороны улицы, и безнадежно смотрю на ее маленькую фигурку, пока какой-нибудь мерзавец не подойдет к ней, не заговорит. Она отвечает ему. Она поворачивается и идет с ним, и я за ними. Если бы дорога была утыкана острыми гвоздями, мне не было бы больнее. Я иду, не слыша ничего и не видя ничего, кроме двух фигур. Я не смотрю себе под ноги, и около себя, и иду, выпуча глаза, натыкаясь на прохожих, получая замечания, ругательства и толчки. Один раз я опрокинул ребенка. Они поворачивают направо и налево, входят в калитку, сначала она, потом он. Почти всегда из какой-то странной вежливости он дает ей дорогу. А потом и я вхожу. Против двух окон, хорошо мне знакомых, стоит сарай с сеновалом. На сеновал ведет легкая железная лесенка, кончающаяся площадкой без перил. И сижу я на этой площадке, и смотрю на спущенные белые занавески. Сегодня я тоже стоял на своем странном посту, хотя на дворе порядочный мороз. А зяб я ужасно ног не слышал под собою, а все-таки стоял, пар шел от моего лица. Усы и борода обмерзли, ноги начали цепенеть, по двору ходили люди, но не замечали меня, и громко разговаривая проходили мимо. С улицы доносились пьяная песня, веселая эта улица, какая-то перебранка, стук скребков о панель, которую чистили дворники. Все эти звуки шумели в моих ушах, но я не обращал на них внимания, как и на мороз щипавший лицо, и на озявшие ноги. Все это, и звуки, и ноги, и мороз, было как будто далеко, далеко от меня. Ноги ныли сильно, но внутри меня что-то ныло еще сильнее. У меня нет сил пойти к ней. Знает ли она, что есть человек, который счел бы за счастье сидеть с нею в одной комнате, и не касаясь даже руки ее, только смотреть ей в глаза, что есть человек, который кинется в огонь, если это поможет ей выйти из ада, если бы она захотела выйти. Но она не хочет, и я до сих пор не знаю, почему она не хочет, ведь я не могу поверить, что она испорчена до мозга костей, не могу я поверить этому, потому что знаю, что это не так, потому что знаю ее, потому что люблю, люблю ее. Локей подошел к Ивану Ивановичу, который положил локти на стол и на локти лицо и изредка вздрагивал и стал трогать его за плечо. — Господин Никитин, так нельзя при всех хозяин забронит господин Никитин, здесь нельзя, чтобы таким родом изволь вставать. Иван Иванович поднял голову и посмотрел на слугу. Он вовсе не был пьян, и слуга понял это, как только увидел его печальное лицо. — Это Семен ничего, это так, ты вот дай мне графинчик очищенный. — Вы с чем прикажете? — С чем? С рюмкой и побольше, чтобы не графинчик, а графин. Вот тебе получи за все и еще возьми два двугривенных, через час отправишь меня домой на извозчике, ты ведь знаешь, где я живу. — Знаешь? Только, сударь, как оно это? Он, очевидно, недоумевал, подобный случай представился ему в первый раз за все время его долголетней практики. — Нет, постой, я лучше сам. Иван Иванович вышел в переднюю, оделся и, выйдя на улицу, завернул в торговое заведение, на низком окне которого ярко блестели освещенные газом разноцветные ярлыки бутылок, аккуратные со вкусом уложенных в подстилку из мха. Через минуту он вышел, неся в руках две бутылки, дошел до своей квартиры, которую нанимал в меблированных комнатах Цукерберг и запер за собою дверь на ключ. Окончание следует. Субтитры создавал DimaTorzok